День веков хронограф Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Светлана Рудская. 13 октября 1954 года жена отравила своего мужа, римского императора Клавдия. Родственники долгое время считали его слабоумным и физически неполноценным и не допускали к государственным делам. Но Клавдий сумел преуспеть на этом поприще, чего нельзя сказать, о личной жизни императора. Он был четырежды женат, но так и не научился разбираться в женщинах. Особенно прославилась распутственной его третья жена, Мисс Салина, которая устроила публичную свадьбу со своим любовником Гаем Силия, за что император казнил обоих в 1948 году. После этого он женился на своей племяннице Агриппине, которая настояла на усыновлении ее сына от первого брака Луцея Домиция, Агенобарба, принявшего имя Нерон Клавдий Цезарь. Родной сын императора Британик таким образом лишился своих прав на наследование. Чтобы ускорить приход Нерона к власти, Агриппина отравила Клавдия грибами. 13 октября 1307 года французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать всех членов Духовно-Рыцарского ордена тамплиеров, хромовников, и конфисковать их имущество. Тамплиеры были обвинены в ереси, многие были подвергнуты жестоким пыткам, чтобы добиться от них ложных признаний. По подсчетам некоторых историков, упразднение ордена принесло королю Франции 12 миллионов ливров. Папа римский Климент V под давлением короля приказал арестовать тамплиеров в других странах. А в 1312 году распустил орден. Большая часть членов ордена была казнена и брошена в темнице. А последний великий магистр ордена Жак де Моле был сожжен в начале 1314 года на костре. Перед смертью магистр проклял короля обвинителей ордена. В апреле 1314 года несколько недель спустя после смерти де Моле Климент V серьезно заболел в Мантеле близ Карпан-Трасса. Он пожелал, чтобы его перевезли в Бордо. Он умер в Ракморе на Роне. Пожаром была уничтожена церковь, в которой находился труп Климента. В пожаре сгорела нижняя часть тела покойного. Останки его были перенесены в мавзолей, воздвигнутые его родственниками. Однако и здесь останки Климента не нашли покоя. Яростная толпа кальвинистов разрушила в 1577 году мавзолей. Останки были сожжены, а пепел развеян по ветру. В ноябре 1314 года Фонтенбло умер и Филипп IV Красивый, последние годы которого были омрачены семейными драмами, фландерской войной и народным возмущением. Одни историки утверждают, что он умер от загадочной болезни, другие, что погиб во время охоты. Сыновья Филиппа IV рано последовали за отцом в могилу. Кто знает, возможно, причинами всех этих трагедий послужило проклятие Жака де Мале. 13 октября 1884 года город Гримвич, около Лондона, был утвержден как место прохождения нулевого меридиана. В 15 веке нулевой меридиан проходил через острова Зеленого мыса. В 16 веке через Толедо. В 17 веке через остров Ферро, западные Канары. В 18 через Нотр-Дам де Пари. На эту роль предлагались также пирамиды Хеопса, Иерусалим, Берингов пролив. Все решилось 13 октября 1884 года. В Вашингтонской международной конференции по проблеме нулевого меридиана предстояло сделать выбор между четырьмя наиболее авторитетными городами. Вашингтоном, Парижем, Берлином и Гримвичем. Решающую роль сыграла специально подготовленная справка, из которой яствовало, что на Вашингтон, Париж и Берлин ориентировались капитаны кораблей, перевозивших в общей сложности 28% мирового тоннажа, а оставшиеся 72% приходилось на долю Гринвича. Так, с тех пор мы и отсчитываем от него стандартное время. Нулевой меридиан проходит через ось главного телескопа Гринвичской обсерватории, до сих пор находящийся в полной исправности. Правда, с 1948 года астрономы Гринвичской обсерватории вынуждены прибавлять к своим временным расчетам 81 секунду. Из-за смога лабораторию пришлось перенести на новое место, и она от меридиана несколько отъехала. Ныне споры вокруг нулевого меридиана и вопросы о том, кто первым встречает Новый год, разгорелись с новой силой. Главными соперниками Гринвича выступает Антарктика, так как именно над ледником Диббл в заливе Виктор первым восходит солнце, а также Тихоокеанский остров Каралай, принадлежащий республике Кирибать. Сегодня 13 октября, вы смотрите программу День веков-хронограф, и теперь мы обратимся к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 13 октября 1914 года Кливлендский изобретатель Гарет Морган запатентовал как ужон безопасности и защиты от дыма, а попросту противогаз. Лучшим подтверждением работоспособности этой конструкции стало спасение Морганом и командой волонтером 32-х человек, которые заблудились в задымленном подземном туннеле на глубине 250 футов под озером Эри. Пожарный департамент срочно принял газовые маски на вооружение капюшоном Моргана. Снабжались американские войска, а двумя годами позже, в 1916 году, это изобретение получило золотую медаль на Международной выставке безопасности. 13 октября 1933 года в Лондоне было создано Британское межпланетное общество, одна из старейших, ныне действующих общественных организаций подобного профиля. В 1936 году при обществе, насчитывавшем порядка 100 членов, был организован технический комитет, в задаче которого входили исследования в области проектирования и оборудования космических кораблей. В 1939 году членами общества был разработан проект космического корабля, рассчитанного на экипаж из трех человек и предназначенный для 20-дневной экспедиции на Луну. После Второй мировой войны тем для обсуждения и теоретической разработки появилось великое множество. Члены общества разрабатывали проекты космической станции, скафандров, встречи и заправки космического летательного аппарата на орбите, использование ядерной энергии для ракетного двигателя, создание глобальной системы связи с ИСЗ. В 1950-м на основе Британского межпланетного общества возникла Международная астронавтическая федерация, призванная содействовать развитию космонавтики, межпланетных исследований и космической связи путем проведения исследований, а также путем публикации открытий. Международная астронавтическая федерация, руководство, которое считали уж слишком авторитарным. Основным автором нападок был Суслов, серый кардинал ЦК КПСС. Сначала заговорщики намеревались оставить Хрущева в составе ЦК на второстепенных постах, однако отказ Хрущева подчиниться приговору вынудил президиум заставить его подписать заявление об отставке. Ночью Никита Сергеевич позвонил Микояну и сказал, если они не хотят меня, то пусть так и будет. Я не буду больше возражать. Политическая борьба в России напоминает драку мундоков под ковром. О результатах можно догадываться по выкидываемым трупам, заявил, узнав об отставке Хрущева Уинстон Черчилль. Советский Союз, как всегда, откликнулся анекдотом. Генсека сняли за 6К. Культ, коммунизм, кукуруза, Китай, карибский кризис и Кузькина мать. Сегодня 13 октября. Вы смотрите программу День веков-хронограф. И сейчас довольно о необычном историческом событии. 13 октября 1987 года 75 дельфинов прибыли на войну. Они обезвреживали минные заграждения в Персидском заливе у побережья Ирака. Происходило это следующим образом. Тренер выпускал животных в определенном квадрате, проверив который, дельфин возвращался и нажимал носом на один из двух дисков, укрепленных на борту лодки. Один сигнализирует, все чисто, а второй обнаружена мина. В последнем случае тренер на нос дельфину надевал колпачок, которым укрепился маркировочный комплект в виде небольшого якоря и бури. Доплыв до мины, дельфин сбрасывал колпачок и на место обнаруженной мины направлялся водолаз. Человек, не собака. Иракцы тут же заявили, что у них на службе есть обезьяны, умеющие очень ловко бросать гранаты. Редактор субтитров А.Семкин